Развитие системы оказания скорой неотложной помощи рассмотрели на заседании регионального правительства 16 июня. Сейчас по инициативе губернатора Игоря Рудени идет процесс централизации скорой. Единый диспетчерский центр создан на базе Тверской станции скорой медицинской помощи. Здесь обрабатываются вызовы и ведется мониторинг всех машин скорой в Тверской, Вышневолосской, Ржевской, Кимовской, Торжокской и Конаковской агломерациях. А тему продолжит Наталья Чекет. Сейчас о том, что такое служба скорой медицинской помощи, говорят все чаще. Ведь борьба с коронавирусом не закончена. И врачи скорой каждый день на передовой. От того, как быстро они сумеют добраться до больного, зависит не только его здоровье, но и жизнь. Поэтому своевременно реагировать на обращения, в том числе в условиях пиковых нагрузок, позволяет поэтапная модернизация службы. И один из этапов — централизация, то есть подключение всех отделений скорой в районах к единому диспетчерскому центру. В Верхневолжье он действует на базе Тверской станции скорой помощи. В эту среду его работу оценил эксперт из Санкт-Петербурга. Честно говоря, впечатлен ремонтом, порядком, дисциплиной. Тверская область полностью отошла от абсолютно ненужного бумажного документа оборота. Это журнал учета и регистрация вызова скорой медицинской помощи электронный, карта вызова скорой медицинской помощи электронная. Все процессы отформализованы, что позволяет контролировать качество этих процессов. Сейчас к единому центру подключены станции в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах и Конакове. В общей сложности они обслуживают жителей 10 муниципальных образований. Планируется ремонт во всех подразделениях службы. А в 7 муниципальных образованиях установят модульные конструкции. Модернизация, которую мы начали реализовывать, вертикализация службы скорой помощи, дала свои положительные результаты, особенно на фоне борьбы с ковидом. Более организованная стала работа. Важно, что не теряются звонки, там, где уже система переведена в вертикальный режим. Очень важно, что появились врачи-консультанты, которые централизованно при звонке на 122 консультируют людей и в каком-то случае дают возможность либо сократить время отработки вызова коллективом скорой помощи, либо даже в некоторых случаях вопрос снимается по телефонным консультациям. Еще один вопрос, который обсуждался в рамках модернизации скорой медицинской помощи, обеспечении службы специалистами, организации их обучения и повышение квалификации, увеличение зарплаты. В 2021 году после прохождения практики службу пополнили более 40 специалистов. А для привлечения молодых созданы целевые места в ординатуре. А из регионального бюджета будут предоставлять гранты на обучение. В течение нескольких лет мы этот процесс уже успешно реализуем. И система мотивации будет давать возможность привлекать молодые высококвалифицированные кадры, в том числе и на территории нашего региона, равномерно не только в центральной части, но и в сельских населенных пунктах. Кроме того, региональные власти намерены развивать и санитарную авиацию, которая является важным звеном медицинской службы. По итогам прошлого года медики совершили 205 вылетов, оказав помощь более 210 жителям региона. С начала этого года вертолеты санавиации в воздух поднимались свыше 160 раз, а медицинскую помощь получило более 170 человек.